Субъективный взгляд Максима Кононенко Виновников ДТП, в которых был причинен легкий или средний вред здоровью пешеходов. Сейчас за это предусмотрен лишь небольшой штраф. Ну что же, пешеходы от водителей несомненно страдают. Но почему-то никто не ставит вопрос о том, как водители страдают от пешеходов. Если водитель проехал на красный, его накажут. Если пешеход переходит на красный, его не накажут. Если водитель наедет на пешехода, накажут водителя. Если пешеход кинется под колеса водителя, накажут все равно водителя. Вспомните хотя бы последний случай в московском районе Бирюлева. Два глубоко пьяных человека в темноте выскочили на проезжую часть вне пешеходного перехода и попали под колеса. Погибли. У женщины, которая сидела за рулем, в крови нашли 0,3 промилле алкоголя. По нынешним законам она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Формально. Фактически нет. Потому что еще недавно 0,3 промилле были разрешенным количеством в нашей стране. Фактически она была трезвой. И все же женщину арестовали. Сейчас ее отпустили под подписку о невыезде, но некоторое время она провела в СИЗО. Теперь поставьте себя на ее место. Вы едете с работы домой. Трезвый. Вдруг перед вами, откуда ни возьмись, выскакивают два плохо соображающих человека. Вы даже понять ничего не успеваете. И через несколько дней вы уже сидите в следственном изоляторе, и вам грозит 9 лет лишения свободы. А ваши дети недоуменно спрашивают. Где мама? Нет мамы. Да, у водителя есть что отнять. А у пешехода отнять нечего. Может быть, поэтому никто никогда не ставит вопрос об ужесточении ответственности пешехода за переход дороги в неположенном месте. А я бы на месте сахалинских депутатов подумал бы о том, чтобы отбирать у несоблюдающих правила пешеходов право выходить из дома на улицу. Потому что пешеход является таким же участником дорожного движения, как и водитель. Однако экзаменов на право выходить на проезжую часть не сдает. Субъективный взгляд Максима Кононенко Максима Кононенко